здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал охота на крокодила на волге 1768 1938 значит попала мне вот такая книга интересная спасибо моим подписчикам тем кто присылает мне интересную информацию пытался я значит вот тут по ссылкам перейти на книгу но что-то не получается там нет доступа значит буду искать интересно было бы ее прочитать эту книгу ну давайте посмотрим что тут нам пишет автор вот этой самой статьи ловля крокодила на средней волге в 1938 и в 1768 году документальное подтверждение м.н. никольской ловля крокодила вот такая вот интересная книга есть это значит издание первое издание книги 1768 год крестьяна села безу безродная отбиваются от крокодилов напавших на скот иллюстрации из книги 1768 года средняя волга явно была раньше в тропическом климате очередное подтверждение смен полюсов недавним прошлым и еще бы найти ссылку на оригинал какой-нибудь электронной библиотеки к вопросу было не было русский крокодил значит есть вот эта вот статья и я вам сейчас зачитаю из вот этой статьи русский крокодил в лето 7090 из идоша крокодилы лютые звери из реки и путь затвориша людей много поедоша и ухо сахаш ухо саша ся люди и молите бога по всей земле и и паки спрятались а иных избиша полное собрание русских летописей том 30 псковская летопись 1582 года не правда ли весьма странная информация содержится в старинных русских летописях кровожадные чудовища которые по всем законам природы должны жить в теплых водах африки южной азии и южной америки неожиданно появляется в холодных реках псковской стороны и такие удивительные записи встречаются не только в летописях но и в дневниках иностранцев побывавших ту пору на руси через семь лет после появления каркодилов под новгородом под новгородом в 1589 году представитель английской торговой фирмы джером гарсей записал в своем дневнике я выехал из варшавы вечером переехал через реку где на берегу лежал ядовитый крокодил которому мои люди разорвали брюхо копьями при этом распространилось такое зловоние что я был отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне но вот еще одно воспоминание также посвященное крокодилам его оставил австрийский посол сигизмунд герберштейн посетившие в 1526 году это области забилуют рощами и лесами в которых можно наблюдать страшные явления именно там и поныне очень много идолопоклонникам которые кормят у себя дома каких-то змей с четырьмя короткими ногами наподобие ящери с черным телом с каким-то страхом благоговейно поклоняются им выползающим к поставленной пище во всех трех отрывках странные животные напоминающие змей с лапами выглядят отнюдь несказочно а вполне реалистично академий академик б рыбаков знаток язычества древней руси также считает речных ящеров вполне реальными и существование русского крокодила не вызывают у нее сомнений академик только удивляется позиции биологов не интересующийся этой загадкой современные зоологи плохо помогают нам в поиске прообраза ящера а вот историков записи о крокодилах вольготно чувствующих себя в водах северо-западной руси заинтересовали они обнаружили еще несколько более древних записей о них первые упоминания о загадочных ящерах крокодилах относятся примерно к седьмым восьмым векам именно в это время появились на берегах волхова эльменя и ладоги первые славянские переселенцы рассказывай на рассказы об их столкновениях с крокодилами сохранились в более поздних летописях где они тесно перепит переплетаются с легендами и даже сказками значит я уважаемые подписчики уже вам показывал иакимову летопись значит там как раз таки о каркодиле и упоминается упоминается значит что был такой внук у иофета скиф у скифа было пять сыновей рус славян болгар истер и макоман так вот один из них превращался в каркодила об этом вы можете прочитать найдете значит у меня на канале кому будет интересно есть это иакимова летопись информация о чудном звере связывается с именем легендарного эльменского князя славена известного еще и под прозвищем волхов вот что записал новгородский летописец о тех временах старший сын онова князя славена волхва бессоугодный и чародей лют в людях тогда быть с бесовскими ухищрениями и мечты твоя творя и преобразуясь во образ лютого зверя зверя каркодила и залегший в той реце волхове и водно путь затворяши и не поклонявшихся ему он овых пожираши овых извергая потоплюши проходит почти 400 лет и около 1162 года снова появляется упоминание о люте о лютых каркодилах появляющихся в новгородских водах следы ящеров на русской земле сохранились не только в летописях такими следами можно считать название многих озер рек и населенных пунктов на северо-запады россии река ящера озеро ящина заселённые пункты ящера малая ящера и другие последнее время пробудился интерес к поискам отечественных неси плезиозавров живущие в глубоких озерах с мелового периода не так давно экспедиция центр космопоиск во главе с ее руководителем вадимом чернобровом искали их в якутском озере лабынкар ящера там засечь пока не удалось а вот пещеры на глубине 39 метров где он мог бы скрываться экспедиция обнаружила но может быть не нужно искать доживших до нашего времени присмыкающих так далеко и так глубоко вполне возможно что если не плезиозавров то других каркодилов более молодого возраста можно обнаружить непроходимых болотах на границе псковской и новгородской областей площадь которых превышает больше двухсот тысяч гектаров именно именно там судя по рассказам и легендам чаще всего появляются ящеры до сих пор этот район европейской части россии мало изучен и что творится в сердце болотного края мало кто знает среди мхов скрывающихся без скрывающих без бездомные трясины поднимающихся небольшие лесистые острова блестят черные торфяные озера они вполне могут служить убежищем для русских крокодилов особенно если те как и многочисленные гадюки населяющие эти места зимой впадают в пячку на окраинах болот кишащих летом ядовитыми ядовитыми змеями местные жители еще появляются собирая здесь обильный урожай клюквы но вновь но вглубь заходить опасаются так например старожил бижанинский житель лев соколов во время своих походов вглубь болот несколько раз натыкался на отпечатки странных следов они были похожи на лебединые но много больше и пятипалые а раз сидя ночью около костра на одном из маленьких островков отчетливо увидел он черное извивающее тело пересекающие неподвижную гладь озера в этом естественном заповеднике в которой сотни а то и тысячи лет ничего не меняется вполне могли затоиться русские крокодилы защитное реал обитания есть пища тоже естественные враги отсутствуют и таких убежищ в таких убежищах и могли периодически выползать размножить размножающиеся крокодилы находящий наводящий страх на жителей северных рек кстати привлекает внимание интересная закономерность подмеченная одним криптозолологом из летописи следует из летописи следует что упоминание о появлении каркодилов возобновляется через 400 420 лет возможно это связано с локальным потеплением климата а может быть с пассионарными взрывами взрывными процессами роста их численности так или иначе в прессе уже появились сообщения о появлении загадочных водных существ в казалось бы обжитых районах например вблизи северо-восточного берега ладоги видели чудо-юдо длиной около 20 метров охотившиеся за косяком рыб источник журнал калейдоскоп нло михаил бурлешин вот такая вот ребята интересная фото информация вот тут вот значит есть еще статья кому будет интересно перун и ящер каркодил читать много читать я вам не буду кому будет интересно можете еще в продолжение этой информации прочитать вот здесь вот эту вот статью неизвержение идола перуна в киеве с картины художника макарова пожалуйста вот такая вот есть статья читать много так что интересуйтесь а читайте на здоровье подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания присылайте свои находки с и спасибо моим подписчикам за информацию большое спасибо друзья до свидания